Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал «Айкутия-24» и мы с вами, как обычно, Пётр Цыпандин. И, как обычно, не устаю это повторять, мы находимся в гастросудии ресторана «Мус Хаят». Со мной, как обычно, Семён Тарбахов. Семён, приветствую. И к нам сегодня в гости пришёл директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Анатольевич Семёнов. Приветствую. Здравствуйте. Учитывая то, что у нас кулинарное ток-шоу, мы его так называем, обзываем, чем вы к нам сегодня пришли, Аркадий Анатольевич, и что будем, как говорится, готовить. Я смотрю, рыбка, как же лежит у вас. Да, ну, сегодня я предлагаю приготовить из чиро стейки и с заренными овощами на гриле. Да, ну, классическая классика получается, да? Так, с чего начинаем? Семён, по-моему, рыбку уже очистил немножко, да? Да. Да. Ну, начну её потихоньку разделывать. Ага, ты её начнёшь разделывать? Да. Да, да. А сначала за рыбу, наверное, да, потом уже. Овощи же, они, в принципе, всё быстро. Мы, передача 45 минут у нас, мы должны, как говорится, уложиться, да? Аркадий Анатольевич, я вам уже предупреждал, расскажите сначала немножко о себе, да? Рубрику мы её называем так, как я дошёл до жизни такой. Ага. Да. Откуда родом и сухарать? Если сказать, как я дошёл до жизни такой. Ага. Родился я в селе Синск Ангалацкого района. Окончил Синску среднюю школу. После окончания учёбы, как обычно, в то время в деревнях ребят они сидели просто так. Получил на полгода отсрочку от армии и устроился дизелистом в совместную электростанцию. Кстати, у нас в Синске до сих пор, в центральном районе существуют дизельные электростанции. Дизельные электростанции, на которые я начинал свою трудовую деятельность. До сих пор. Она до сих пор существует, до сих пор работает. И очень приятно, когда заезжаешь сюда, видеть ребят, которые сегодня продолжают нести эту вахту, дают свет. Сегодня дугло слегам Ангалацкого района. Что касается, после вот этой вот работы, ушёл в армию, отдал свой долг к родине, как говорится. И в 96-м году, уже когда я приехал сюда, поступил в высшее учебное заведение. В то время это было Икутская, Ходесинский. Яский. Да, да. Потом стал ЕГЭСХА. Потом я был ЕГЭСХА, сейчас уже по-другому называется. Да, опять я точно отучился, был автор-экономистом. Получил первое высшее образование и уже в 2001 году строился в Хангалацком районе. Был такой у нас флагман гранильного производства, Покровский гранильный завод. В то время их было очень много. Время, да. Честно говоря, да, везде было. Их было очень много в каждом районе. Они были, в Якутске было несколько заводов. Некоторые до сих пор существуют. Ну да. Ну, в то время очень сильно правительство республики поддерживало развитие алмазо-гранильной отрасли вообще по республике. И в стране было 17-го рубя, я скажу. Ну да. Ну, в 16-м году по приглашению Министерства экологии предопользования я устроился заместителем директора природного парка «Ленские столбы». И с тех пор вот уже сейчас уже возглавляю учреждения. А в чем вот именно, вы понимали ли, что такого нету нигде в мире? В чем именно уникальность? На самом деле, вот по теории, ну не теории, а так как говорят наши ученые, «Ленские столбы» в древности – это дно Кибрийского моря. Ну да, 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 дно Мирового океана, да, так считается. Именно в этих местах очень много лет назад, а если быть более конкретным, это 540-530 миллионов лет назад, зародились первые живые организмы на планете Земля. Это уже на высшеме доказано. Поэтому вот этим мы и сегодня славимся, этим мы сегодня и гордимся, потому что вот такого нет нигде в мире. И вот если сказать, что те останки окаменелых первых живых организмов, которые мы сегодня, до сегодняшнего дня находили во всевозможных их петициях, начиная еще с 60-х, 50-х, 70-х годов и вот современном, вот 2-3 года назад, 5 лет назад, которые находили, они представляют собой уникальную научную ценность. И много очень чемок приезжает до сих пор, да? Ну, сейчас уже немного мы ограничили в этом плане. Я хочу сказать, что в статусе природного парка, конечно, силы, возможности в соответствии сохранить уникальный природный комплекс не было, потому что и штат был тогда практически в два раза меньше. Сейчас у нас, как в 2019 году мы стали федеральным, у нас намного увеличился, во-первых, и штат. А до этого ЮНЕСКО стали наследием, в 2012, да, по-моему, это было? Да, ЮНЕСКО, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО парк получил в 2012 году. 2012, да. Но здесь действительно вот за каждым достижением парка, это стоит огромная работа, огромная работа, и в 2019 году стали национальным парком. Национальный парк, ну, федеральную, собственно, же. Да. Вы мне объясняли это, да, вот для телевизорителей, буквально в двух словах. Объясните, в чем это изменения произошли? Миску? Побычу. Побычу? Последний. А вообще побычу? Изменения в каком плане? Именно, ну, вот, сначала был уже цифриканский же парк, да? То есть, да. А потом стал федеральной собственностью. Ну, вот, смотрите. Так я немножко перебью, да? Овощи грязи делаем, да? Ага. Вот, ну, получается, рыбу уже зачистили. Мы как будем? На сковородке? Каждый о своем. Кто-то там рассказывает. Ну, да, нет, а тут же... А, рыбу тоже сюда? Нет, ну, она прилипнет. Можешь вот так на пергаменте поджарить. Ага, тогда здесь. В общем, смотрите, для сравнения, как бы сказать, что в статусе природного парка, республиканское отношение, мы имели, во-первых, штаб 33 сотрудника. Это первое, и бюджет от 17 до 19 миллионов в год. Задачи были, в принципе, одни и те же. Это в соответствии с федеральным законом 33 об особоохранении родных территорий. После получения статуса уже федерального значения, это значит повышение статуса в соответствии с федеральным законом. Штатная численность парка удвоилась, и сегодня она составляет порядка 66 человек. Плюс финансирование, которое мы получаем в этом году, это больше 100 миллионов рублей. И действительно у нас есть госзадания, в рамках которых эти деньги доводятся до нас. Это первое, конечно же, сохранение уникальных природных комплексов, работы по биотехнии, сохранению объектов животного мира, защита парка от пожаров, пожароопасный период. Ну и, конечно же, все другие моменты, такие как, допустим, создание условий для развития туризма и туристской инструктуры. И, конечно же, один из маловажных факторов – это развитие эко-просветительской деятельности. Как правильно защищать? Как правильно, наверное, сохранять? Сохранять, да. Это, наверное, одна из таких главных задач по эко-просвещению, для наших детей способом проведения всего из конкурсов. Синичкин день, день журавля, день белого медведя и так далее. Для того, чтобы люди поняли, дети поняли, что именно сохранение, максимальное сохранение нашей природы, первозданное ее видеть, даст возможность будущим поколениям ею так же любоваться, как и мы сегодня. Ну и, конечно же, это мероприятие проходит и с взрослыми, жителями техно-просветительных, которые граничивают территорию парка и есть в Икутске, для того, чтобы именно в пожароопасный период дать разнестить людям, что опасно выезжать на территорию парка и быть осторожным с огнем и так далее. Ну вот многие знают, что Ленские столбы – это то место, где теплоходы. Для большинства обывателей так. Ну, я уже понял и, в принципе, знаю, что Ленские столбы – это национальный парк, он уже представляет собой огромные территории, да? Берете, потом соль, перец. Да. Огромные территории. Что сейчас собой представляет парк? Тоже вкратце. Одни эти столбы, которые по берегу стоят, вы упоминали, по-моему, около 40 километров, да? Да, длина Ленских столбов – это около 40 километров. На самом деле, то, что вы сказали, вот для простого обывателя, да. Это вот на 100 гермарк. Самое место. И подняться, спуститься и уехали. Но на самом деле столбы эти не ограничиваются. Да, да, да. Площадь национального парка – это 1 миллион 217 тысяч гектар. Это, во-первых… Это на минуточку площадь хорошего района, да? Это огромная территория, куда входят не только, кроме леских столбов, входят наши песчаные дуды, дюна, текулан. Да. Это и антилогический памятник природы – это Дерюнуря, где вот наш профессор Масянов в свое время проводил исследование и сделал свое хорошее небоснелие. Такое хорошее открытие, да? Ну, и вот те потомы с дезонариями его – это тоже такой вид животных, которые привезли в 2006 году. И на самом деле лихных бизонов сегодня в мире насчитывается не так много, но они есть только в Канаде и у нас в Республике. Давайте посадим, поперчим. Ага, уникальный. Так, вот отсутствие. Это перри, это соль. Двух сторон хорошенечко свежим перцем. Давайте вот так сейчас, дождико. Чуть-чуть расслабим. И только вот, вот так, видите. Канаде и поперечим, посолим. Вы, получается, дома тоже сами готовите, да? Или в основном вы там находитесь? Нет, я дома готовлю очень редко, да, когда можно есть. Но готовить очень сильно люблю, поэтому, когда готовлю, стараюсь вкладывать в душу. Потому что, по-какому, наверное, любой знает, кто любит готовить, то если ты в душу не вкладываешь, то у тебя получается не то, что ты хотел. Да, да, это факт. Здесь очень многое упоминали. У нас больше 100 передач вышло. Ну, почти каждый второй всегда говорит, что вот кусочек вот этого и все. Да, это точно. Ну, больше всего я люблю готовить на Казани. Есть какое-нибудь коронное блюдо? Да. Что? У меня это свиные ребра на Казани. У меня семья очень любит это блюдо. Поэтому мы когда, ну, раз меня даже минус 50 оставляют заводить Казан. Если очень хорошо попросят, ну, если даже у меня будет настроение. Потому что действительно готовить это нужно на восстановление, во-первых. И время. И время. Да, у вас руководителя, наверное, скорее всего, не так много. К сожалению, да, времени не так много. Поэтому дел не в провороте всегда. Стараемся максимально уделять. Я вот сколько лет работаю на руководящей должности. Сделал ли себя в последнее время угол, что надо максимально больше времени уделять семье. Семье? Да. Ну, да, потому что когда ты руководитель, всегда в начале приходится чем-то жертвовать. Особенно временем, да. Вот, это точно, потому что я, наверное, все руководители любых утверждений нашей республики и страны сегодня основной у них дефицит, это именно время. Время, да. Самый главный ресурс человеческого движения. Поэтому при любой максимальной возможности я стараюсь провести свои выходные дома с семьей. И, наверное, это правильно. Так и должно быть, потому что без этого... Жизнь у каждого одна, каждый делается самостоятельный выбор, да. Расскажи немножко о семье своей. Ну, семья, семья у нас обычная. У меня, как бы, зона, дети. Ну, так получилось, что мы, супруга, прожили больше десяти, больше четырнадцать лет, да, больше четырнадцать-четырнадцать лет. И пока живем, как бы, без... Не законив, в общем сказать. Да ладно. Да. По-современному. По-современному. На самом деле, как-то так получилось, наверное, это моя вина, наверное. Но, во всяком случае, мы в этом году решили законить свой прав. Как я весной сделал предложение, от которого она не смогла... Да. Долго же она ждала, как говорится, да? Долго. В стиле. Не вы, не вы, не вы последние об этом говорите. Да, да, да. Проверку испытания прошла... Временем, да. Ну, я ей очень благодарен, потому что, на самом деле, у любого человека, любого руководителя на ответственном посту, жена является тылом, который гарантирует... Ну, самая маленькая, это каждый день надевать чистые, глажанные рубашки и брюки. И сайт на кошек, да. Это... Второй момент, конечно же, это понимание той ответственности, которая вылагается на любого руководителя. И, конечно, это поддержка, во-первых, всем, чем может дать женщина и мужчина. Вот это самое главное. И я очень ей благодарен за это, за детей. В первую очередь, конечно, за то, что она меня... Вот. А мой, как большим ребенком, тоже мучилась не идти. Нас отлезает. Да, да, классно. Интересно, насколько интересно, да? Аркадий Анатольевич, еще раз расскажите, пожалуйста, вот что собой представляет парк именно материально-технической базы? И что, насколько сильно меняется, какие планы, может быть, парка есть? Ну, на самом деле, вот те планы, которые... Ну, я же изначально сказал, что у меня поддался очень хороший коллектив, который пытается сделать более современным, да. Мы имеем, как всегда, ну, как и везде, от наших туристов-поседителей справедливую критику в том плане, что... Ну, да, многие жалуются, что лестница там, да, весной иногда там, где-то чистится и все прочее, скользко там, да. Это все справедливо, и мы стараемся эти все нюансы и вопросы решить. Ну, я думаю, это можно будет, и мы это сделаем, мы уже неоднократно об этом говорили. Сегодня у нас есть средства на создание этого проекта, конкурс уже объявлен. Я думаю, до конца этого года мы уже на руках будем иметь хороший проект по реконструкции и строительству новой смотровой и тропы, который сегодня будет отвечать всем современным требованиям. Ну, то есть прямо снизу, вот, вместо старой новой будет? Да, вместо старой будет новой, она немножко претерпит изменения, она... Подъем будет по более, по другому месту, менее... Менее, конечно, да, менее... Потому что я в этом году поднимал 80-летнюю маму свою, она там иногда... Мы раньше немного думали над этим, как сделать нормальную тропу. Да, да, да. И сегодня пришли на глаз к одному мнению, что тропа будет, она будет... Подъемная будет с другой стороны. Пусть длиннее, но... Будет немного длиннее, но она будет более комфортабельнее. Увеличили количество остановок, мест отдыха, тропа полностью будет освещена. Будет система видеонаблюдения, система Wi-Fi-точки доступа, будет кнопки экстренные вызова помощи на всякий случай, да. Мы полностью изменим смотровую и постараемся сделать все по-новому. Более того, сегодня мы хотим... Есть такой, как бы, начало, зачаток проекта, что это новые виды налетских столбейцев. Я пока не буду об этом объявлять, но мы хотим сделать еще одну. Смотрим, что мы планируем сделать. В этом плане парк развивается, растет. Конечно, хотелось, хочется, всем хочется все и сразу. Я сам такое по натуре, я не люблю, когда все делается очень медленно, очень долго. Поэтому я на гостей и туристах понимаю, но, к сожалению, в настоящей жизни не все так просто. Ну да, тем более, какие масштабы объемы. Есть правила, есть бюджетный кодекс, есть федеральный закон, законодательство, федеральное по освоению тех или иных средств. Мы имеем в виду сегодня федеральным бюджетом, и в основном деньги, которые доводятся, финансированные доводятся до нашего учреждения, оно идет по нас, проекту, экология. И в этом плане здесь мы стараемся, конечно, чтобы не упасть в крест лицом, мы стараемся сделать все грамотно и профессионально. В этом я могу доверить, что у нас будет в этом плане хорошо. Ну и до последних два года парк участвовал два года подряд в федеральном проекте, который проводит наше Министерство природной и природной экологии Российской Федерации. В федеральном проекте сохранения березнообразия и развития туристской инструктуры. Сегодня на местности Устья Ботома мы уже построили 14 объектов, а это гостевые домики. На Устье Ботома? Да. То есть на заходе прямо, да, было? Да. Это домики, которые отвечают сегодня, наверное, всем требованиям сегодняшнего дня. Благоустроенные? Они будут полностью круглогодичные, полностью благоустроенные. И сегодня в каждом доме есть, кроме кровати, да, кроме холодильника, кондиционер. В жаркий период времени есть ванна, туалет, отдельно к этим домам идет комплекс сауны. Поэтому, я думаю, это будет очень хороший объект, который будет пользоваться огромным спросом. Сегодня мы не можем его пока только открыть, только по одной простой причине, что на сегодняшний день мы еще до конца не построили объект по этому инженерному сооружению. Есть в нем свои такие проблемы, которые нужно решить, и комплексно сегодня для этого нужно было даже внести изменения в федеральное законодательство. Ну, даже не для этого, а для того, чтобы мы эти объекты, этими объектами сегодня пользуемся. Понимаете, вот все сегодня говорят, почему у нас в парке сегодня нет, и заповедники сами не обслуживают эти территории. Сегодня, в моем понимании, как руководитель, моя основная задача, задача моей команды – сохранить уникальный природный объект. Со всеми ее объектами историко-культурных ценностей, да, плюс и объектами животного мира. Все остальное, это должен делать бизнес, это в моем понимании. И сегодня мы ищем, и практически, можно сказать, нашли инвестора, который готов будет инвестировать, да, но для этого нужно было внести изменения в федеральные законодательства. Сегодня правительство Российской Федерации, и в том числе и Министерство нашей прозрачной экологии, и, я знаю, свою инициативу, и наш парламент принимал в этом участие, да, в парламент Суньки. Мы внесли изменения в федеральный закон 33 о высоком количестве народных ценностей. И есть поручение нашего президента, нашей страны, о принятии данного закона до 1 октября месяца. Ну, к сожалению, пока еще закон не примет, я думаю, в связи с тем, что сегодня геополитическая ситуация в стране и в мире она не очень, мы уверены, надеемся, что данный законопроект будет принят до конца этого года, и тогда мы сможем в следующем году уже передать данные объекты, именно объектам среднего бизнеса. По договору. Чтобы они на обслуживание работали. Как должно быть. Ну, да. Я думаю, так должно быть. У вас не будет лишнего производителя, что-то, штата и все прочие, да? Смотрите, мы же, наша основная задача сохранения уникальных природных комплексов, наших объектов, объектов животного мира и так далее. И, в том числе, мы должны создать условия для туризма. Эти условия мы создали, и на каких-то определенных условиях бизнес должен зайти и развивать эти объекты, и предлагать услуги для наших туристов, граждан в сфере услуг, отдыха, развлечений и так далее. А мы, в свою очередь, должны уже будем контролировать, насколько они правильно исполняют доказательство. Не порезняют, не дай бог, пожары, что-то такие еще какие-то моменты, да? Ну, да, как истерически было, например, как Лен-Турфлот, да? Ну, они давным-давно, в Советское Союзе, народ возят, туристов возят на Ленске с тобой, но они же не ваши введения, правильно? Ну, кроме Лен-Турфлота, у нас же есть еще куча туроператоров, которые сегодня отправляют туристов. Это правильно, это правильно. Это должно быть, люди должны этим заниматься. Бизнес должен приводить, как ежики, бизнес должен работать, зарабатывать деньги и оплачивать налоги. Это все правильно. И в этом плане, допустим, я думаю, мы идем в нужном и правильном направлении. Я все-таки надеюсь и уверен, что принятием данного законопроекта уже бизнес может спокойно войти в любой ОПЦ и уже на законных основаниях представлять услуги гражданам на более качественном уровне. Ну, уже готовы в условиях, скажем. Да. Аркадий Петрович, не секрет, что количество туристов в Якутии растет. Есть официальная статистика, агентство развития туризма, например, Дмитрий Громов у нас был в гостях тоже. Вот, и я не удивлюсь, что, ну и скорее всего это так, Дмитрий Громов тоже кажется, что туристов в Якутии растет, да? Да. Да, ну то есть каждый год. Я сказал. Сколько в цифрах, как говорится? Ну, я не, я просто хочу, наверное, я скажу в том моменте, как я начну работу в этом учреждении, да? В 16-й год это было порядка 12 тысяч человек в год, 12-15, 16-16 годы. В 17-м году, ну, ко мне пришла опять туристская идея, потом, как оказалось, она стала такой очень даже правильной, проливки автозимника, подожди лески стопов. Чтобы ведь зимний туризм тоже развить. Кстати, с этим у меня связаны очень забавные случаи, я там страшно опозорился один раз. Я был в молодости, два раза на теплоходе, а потом мы с женой поехали, друзей взяли, и потом я начал вспомнить, что ленские столбы, если из города ехать, на правой стороне берега реки стоят. И, конечно, я просто понял, и там все смеялись. Ты был два раза, как, не помнишь. В каком состоянии ты был и все прочее. Ну, ленские столбы находятся на левом берегу. Поэтому в этом плане у нас есть, ну, как сказать, с одной стороны, это преимущество, потому что нету постоянного сквозного прохода через территорию. Парк как бы искусственно защищен рекой Оленой. Да, да, нужно истинно. Да, все. В летний период это только на водном транспорте. В зимний период, если нет автозимника, то практически попасть на территорию парка не возьмешь. Ну, который пробивается где-то в декабре, когда уже, вот, ленский автозимник. И вот, сегодня мы, в данном году, когда первый раз пробили автозимник, у нас 16-17 зима, нас тогда посетило чуть больше трех с половиной тысяч человек. Вот именно в зимний период. 17-18-й, это была цифра в районе уже 8 тысяч человек. Многие начали узнавать. Хочу сказать, привести пример, что сегодня, вот, прошлый зимний сезон, не нынешний, а прошлый. Прошлый, ну. Прошлый зимний сезон, даже несмотря на остатки от пандемии и так далее. Сложенная ситуация. Нас посетило больше 16 тысяч человек зимой только. Ну, то есть экспонационный расчет. Да. А в летний период, в принципе, да, вот, с учетом того, что сегодня, в этом году, Лена Турфлот просто колоссально очень хорошо отработали, в этом году в летний период тоже прошло достаточно больше 16 тысяч человек. В общей сумме у нас за сезон 22-го года у нас посетило больше 33 тысяч человек. Это не только, вот, Лабая, Левские столбы, да, но и еще и, конечно же, как это называется, этот, Куси Ботома, Речку Ботома и так далее. Поэтому здесь, как бы, на самом деле, в общей сумме у нас уже больше 33 тысяч человек она начала посетить. Ну, в каждом году, получается. В каждом году тенденция увеличения есть, но я не хочу утверждать, что это мы этого хотели. Сегодня наше, если, допустим, пять лет назад мы думали, что... Больше народу, больше кислороду? Да. То есть была основная цель увеличить количество туристов. Сегодня наша цель – это создать те условия для того, чтобы минимизировать регуляционную нагрузку на территорию наших туристических объектов. И... Ну, в общем-то говоря, чтобы не выдохнули. Да, и это так и должно быть. Слишком много – это тоже плохо. Да, конечно. Ну, слишком много – это тоже плохо. Для того, чтобы люди сегодня комфортно отдыхали и пребывали на территории наших учреждений, мы должны создать более комфортный условий. Это экологические трубы, зоны отдыха, которые не наносили бы ущерб на всех родных. И в этом плане эта работа тоже ведется. И эта работа ведется еще и Министерством природных и экологии. Это основная задача всех территорий федерального значения, федеральных округов. В этом плане работа будет все нормально. Ну, класс. Класс. Слушай, у нас уже... У нас с тем временем, Семен. Да, готово, может быть, провел свой стакан. Да? Да. Рассаживай дамки. Что, пара проводим? Приятного аппетита нам. Давайте попробуем, что у нас получилось. Ну, и у нас еще немножко времени остается еще... Подискусируем. Про вопросов, подискутируем. Побеседуем. М-м-м. Рыбка класс. Ну, и овощи. Аркадий Анатольевич, вы упомянули, что специальным образом, ну, не делали так, чтобы количество турпотока увеличилось, да? Ну, чтобы максимально, то есть на какие-то максимальные показатели специальные цели не ставили. Но, тем не менее, что-нибудь делается для продвижения? Потому что все-таки же как? Это наследие ЮНЕСКО. Это уже федеральную структуру вошло. Для продвижения... Именно, чтобы... Именно же узнаваемости парка делается огромная работа. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить в пользу случаям наших коллег из Министерства предпринимательства развития туризма республики, да? Потому что, на самом деле, они здорово в свое время помогли и сейчас помогают для узнаваемости нашего парка. Сегодня мы совместно с ними разработали и брендбук отдельный. Было снято очень много роликов, фильмов про лесские столбы. Участвовали в всевозможных выставках, в том числе и на Восточно-экономическом форуме. В этом году Восточно-экономический форум площадки республики была украшена в виде наших столбов. Да, я видел. И это очень здорово, на самом деле. То же самое проходило в прошлом году на международной выставке, туристической выставке МИД. Это самая крупная выставка, которая проходит в России на сегодняшний день. И хотелось бы сказать, что узнаваемость парка из года в год растет. Также мы в прошлом году, два года назад, в 2020 году, Минприроды совместно с московским метрополитеном выпустили карту московского метрополитена с фотографией лесских столбов. Это тоже дало огромный толчок узнаваемости нашего объекта. Более того, мы также в 2020 году совместно с Росфельхозбанком выпустили банковскую карту тоже с фотографией лесских столбов. Вот такие мероприятия дают огромную возможность для узнаваемости объекта. Если в прошлом году, в 2020 году Минприроды начало этот, там кроме нас было в серии из пяти опыта выходило, я надеюсь, что сейчас они эту работу продолжают, и другие территории тоже узнаваем. Вот для этого на самом деле есть куча идей. И сегодня вот все, очень много мы общаемся с коллегами и с другими сотрудниками других учреждений. В принципе, сегодня Якутия и лесские столбы, они узнаваемы по всей России, потому что у нас есть изюминка и свои лесские столбы, и полюс Холода, и Микон, да, и наш вот этот фестиваль, который 28 декабря будет, ноября будет стартовать, зима начинается в Якутии, да, гастрономический фестиваль, наша национальная именно благодаря вот работе, командной работе и правительства, и Министерства предприятия, и Минэкологии, и Минприроды, вот это вот дает огромный позитивный толчок узнавать. Эту работу нужно просто продолжать. В 2020 году вышло постановление правительства о создании государственного природного заповедника. Это тоже огромная работа, которую провели наши коллеги из Министерства экологии, предопользования лесного хозяйства в республике и правительства, в том числе одновременно это тогда и каталог, по-моему, тоже вышел в национальный парк, второй леопарк у нас в республике. И вот в 2020 году данный объект передали в поддолье, как структурное подразделение под наше посередение. Мы, опять же, его с нуля создали, набрали специалистов, сотрудников инспекторов. Сегодня наповедник, я хочу сказать, что это один, наверное, из таких территорий, да, одна из территорий, которая сегодня является тоже одним большим белым пятном в сфере изучения, ну, с научной точки зрения. Потому что вот за два этих года мы провели огромное количество научно-исследовательских работ, в том числе экспедиций, в том числе это по мониторингу и белого медведя. В прошлом году провели комплексную экспедицию по науке, выезжая вот туда группа орнитологов, археологов, мерзлотоведов, почвоведов. И сегодня хочу сказать, что вот по итогам прошлогодней экспедиции мы получили неплохие результаты. Есть даже сенсационные, нашла, была найдена археологическая находка, это стоянка древних эскимонских, эскимонская стоянка, которая длится сегодня первым-вторым веком нашей эры, да, и сегодня перед нами стоит огромная задача по дальнейшему изучению и объектов животного мира, которые сегодня там у нас есть, да. И, конечно, вот почвы это касается и огромного потепления, потому что сегодня Арктика является самой крупной территорией в этом плане, да, она очень ранимая, ее нужно беречь. В плане археологии тоже есть большие задачи и большие планы у нас. Конечно же, наш символ, наш объект, самый главный объект изучения – это белый медведь, красно-книжный вид. Сегодня вот по белому медведю, который у нас сегодня находится непосредственно на территории заповедника, а мы вот уже второй год проводим учеты, и с каждым годом их все больше и больше. В этом году точно на научной точки зрения мы не сказали, к какой популяции он относится, либо к Латевоморской, либо к Чукотской, Алясинской, да, либо к куда-то там, потому что они греют. Да, во-первых, на научной точки зрения точно не указано, куда и как ходит медведь белый, ну, потому что нету таких приспособлений, которые бы могли бы четко сказать, что этот медведь пришел туда, зимовал здесь, весновал здесь и вот и так далее, да. Есть вот сегодня современные те фруктов, ошейники, которые мы в этом году нам удалось на одну самку повесить, они, срок действия их, ну, год-полтора максимум. Ну, потому что холодно. Нет, потому что батарейка может, ну, там, это же, ну, там, длинность батарейки, она садится, и она сама она… Разгрызет. Нет, она не разгрызает. Поэтому, когда приходит время, ошейник сам скидывается и все. И барабал, все. Да, за полтора года практически изучить медведя, его поведение, его ареал обитания практически невозможно. Поэтому здесь, в этом плане мы в этом году заключили соглашение с институтом экологии и эволюции имени Северсова. И я уверен, что те работы, которые мы начали, совместно с ними в этом году, которые в этом году, кстати, нам удалось обездвижить одну самку, но повесить на мошенник. Эта самка у нас предварительно беременная. Весной, вот, в рамках весеннего мониторинга, я уверен, что мы ее найдем и уже увидим, сколько она несла на медвежа. Очень интересная, очень родная территория, очень интересная. И я уже не раз говорил и друзьям, и семье, что чем больше ты бываешь в Арктике, Арктика тебя притягивает. Это уникальная природная территория. Вроде как приедешь в первый раз, ощущение, ну, кусота ничего нет, тундра, она и есть тундра, да. На самом деле скучаешь по ней, потому что она действительно очень уникальная, она зимой одна, весной другая, летом она цветет полностью, да, а зима, конечно, там это пугая сплошная и сплошная ночь, поэтому сама по себе она тоже уникальная. Я рад, что мне довелось доводиться и до сих пор работать в такой территории. Народ, коллектив у нас тоже очень такой хороший. Я думаю, те задачи, которые поставила перед нами страна, министерство природных, мы выполним и будем делать все возможное, чтобы такие уникальные природные территории не сохранились для наших потомков, мы должны их беречь, потому что не просто же так эти территории создаются. Сегодня Штансный природный заповедник Медвели страны называют родительным домом белых медведей. Сегодня сели коллеги, которые были с нами и в экспедиции, и каждый год приезжали, они удивляются, почему у вас так много медведей, во-первых, почему у каждой медведицы минимум по два медвежанка и почему они такие жирные. – Кушают. – Ну, нам с одной, что у них то, что среда обитания их на островах, есть им чем питаться, поэтому они такие кухни. А вообще самый вот такой же главный период для белых медведей – это летний осенний период. Они там, если есть пятибалльная система, у них там два с половиной – три балла в медведя, а у нас все четыре – пять баллов. Тоже уникальность, которую надо защищать. – Ну что ж, Анатолий Иванович, вам спасибо за решительную беседу. У нас в конце передачи есть такая традиция, я вас, по-моему, предупреждаю. Вот на эту камеру, пожалуйста, для наших телезрителей. – Уважаемые друзья, хотелось бы в первую очередь пожелать вам всем мира, добра, будьте здоровы, берегите себя. И я думаю, нужно в первую очередь хранить и сохранить, максимально сохранять отношения между нами, между друзьями, между родственниками. Потому что потеряем мы эти отношения, мы потом восстановить очень трудно. И вот будьте всегда счастливы, пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. Еще раз подытоживаю. Семен Аркадий Анатольевич, директор национальной пары «Коленской столбы». Спасибо вам большое. Еще раз Семен Аркадий, Петр Цыпандин, программа «Просто вкусно». На этом, друзья, мы потихоньку с вами прощаемся. Будьте здоровы. Ну и кушайте всегда просто. Вот и все.